так мы продолжаем с вами обсуждать теорию графов и сегодня у нас последняя лекция вот этого блока про не алгоритмическую теорию графов это не означает что дальше мы перейдем к алгоритмам на графах, алгоритм на графах и структур данных но мы перейдем к чуть-чуть другому взгляду на графы следующей нашей темой этого семестра будут случайные графы и вообще тема модели случайных графов откуда они возникают какие там возникают спецэффекты там все очень интересно и красиво если кто-то из вас слушал когда-нибудь лекцию Райгородского на эту тему то вот примерно про то что он рассказывает мы с вами но чуть подробнее чем он в обзорных в своих лекциях это делает посмотрим а сегодня мы продолжаем тему пара сочетаем что прочитаем как только объемная тема что даже вот пришлось бонусное видео выпускать на тему которую мы плохо рассмотрели в конце прошлой пары и графику дальше так напомню что мы рассмотрим с вами пара сочетания в графе и мы с четной степени с четными по количеству разрешен графами мы более-менее разобрались мы сформулировали необходимые достаточные критерии чтобы там было полное совершенное пара сочетания получился не очень такой алгоритмический интересный факт потому что ну там в общем то а для всех множество что-то там да но мы нашли тем не менее такой барьер некоторые и получили достаточно интересную картину что вот если удаление множество чтобы на самом деле нечетные компоненты связанности это единственный такой ключевой барьер к тому чтобы существовало пара сочетания совершенная в графе если нет нечетных компонентов связанности какое бы множество мы не удаляли остается нечетных компонентов связанности не больше чем вершин мы удалили то все хорошо теперь давайте поговорим о графах с нечетным числом вершины эти графы обижены нами потому что у них не может быть совершенно пара сочетания поэтому к ним бессмысленно применять все эти теоремы которые мы рассматривали на прошлом занятии и там которые в домашке были но этот граф вот хоть убить он не может получить совершенно пара сочетание тем не менее оказывается что есть некоторый аналог совершенно пара сочетания для графа с нечетным числом вершин это почти совершенное пара сочетания и есть класс графов у которых это почти совершенно прочитали есть при не не затрагивающий любую вершину таких граф называется фактор критическим определение граф g называется фактор критическим если для любой вершины у g без у содержит совершенное пара сочетания ну это означает во первых давайте обсудим чему равен дефицит этого единицы правят и правильные единицы потому что мы существует пара сочетания покрывающие все вершины кроме 1 так теперь окей значит чему равно альфу фтрих вот g есть у него n вершин n минус 1 это как бы так много упаковывать n минус 1 значит также заметим что для любой вершины значит мы получаем следующее что альфа штрих от g без у равно альфа штрих от g ну не равно на самом деле n минус 1 но тем не менее оказывается такой любопытный факт что вот то что оно равно n минус 1 можно не писать то есть если для любой удаление любой вершины приводит к тому что граф сохраняет размер максимального парочной графе не меняется то значит этот граф фактор критический это утверждение называется лемма такта давайте его докажем это не очень удачно назвать леммой на самом деле это не очень-то лемма почему она не лемма какой-то конкретной теории но при этом историческое название так напишем в чате так пожалуйста кто-нибудь это наслежит если в чате что-то важное напишет что мне я вот при всем уважении не вижу что так и так лемма такта если для любой вершины у альфа штрих от g без у равно альфа штрих от g тогда g фактор критический давайте посмотрим на g фактор критический давайте начнем с примеров можно привести примеры фактор критических графов ну например k2n плюс 1 да нечетный полный граф очевидно фактор критический например c 2n плюс 1 нечетный цикл тоже пример фактор критического графа а вот например там если мы возьмем скажем путь допустим длины 4 а 4 тут вот будет такой граф у нас фактор критический граф ну смотрите вот эту вершину удаляем крайне в принципе пара сочетания 2 среднюю удаляем пара сочетания 2 нормально вроде да вот если вот эту удалить то все пара сочетания становится 1 то есть максимальное сочетание уменьшается он не фактор критический хорошо так давай смотрите фактор критический граф у него нет совершенного прочитания это в принципе не удивительно потому что он нечетное число вершин имеет да но тем не менее можете ли вы привести мне пример какое-нибудь какое-нибудь множество татта в фактор критическом графе напомню множество татта это множество такое что если его удалить остается нечетных компонентов больше чем вершин мы удалили но сама формулировка вопроса на самом деле подсказывает ответ поскольку мы не ясно какой фактор критический граф взяли то там не очень много можно каких-то произвольных множеств найти приведите мне пример как обнимать множество татта в фактор критическом графе пустое конечно смотрите пустое множество пустое множество это множество татта почему ну вот давайте удалим пустое множество у нас мощность пустое множество равна нулю а g содержит единственную нечетную компонент ценности раз в нем без любой вершины существует полно совершенное пара сочетания значит у него нечетных компонентов максимум одна если бы было две логично что мы бы две вершины могли поэтому действительно нечетных там одна 1 минус 0 ну 1 больше 0 поэтому пустое множество это множество татта более того в фактор критическом графе на самом деле единственным множеством татта является пустое множество это пустое множество ну давайте посмотрим значит давайте это в частности сейчас будет у нас побочным эффектом нашей левой давайте левую нашу докажем пусть у нас есть какое-то множество левую на третье и так вот возьмем наш граф G пусть для него удаление любой вершины приводит к тому что размер максимального бро сочетания не меняется докажем лему вспомогательную лему галяма, что пустое множество единственное множество тапта этого графа. s не равно пустое, s не равно пустое, ну давайте рассмотрим пусть противного, пусть s это множество тапта нашего графа g, тогда и оно не пустое, рассмотрим дальше мы в принадлежащим таптом, давайте рассмотрим граф g' это будет граф g без v, и мы рассмотрим графа g' это будет s вверх, окей, давайте смотреть, значит давайте посмотрим на дефицит графа g' это давайте чуть-чуть по-другому сделаем, значит во-первых если, давайте рассмотрим, вспомним формулу биржи, да, дефицит графа g' это максимум по всем множеством s под множеством v, чего? значит, собственно, от g плюс s минус мэшн s, правильно? вот если этот максимум достигается на пустом множестве если этот максимум достигается на пустом множестве то все прекрасно, значит, в графе вот в этом дефицит равен единицы и поэтому он фактор критический если же он не на пустом множестве, то вот пусть s это то множество тапта на котором достигся максимум, значит, давайте смотрите он дефицит графа g' равен количеству несчетных компонентов g' без s' плюс минус мощность s' равен количеству несчетных компонентов g' без s' потому что g' без s' это то же самое, что g' без s' так, только больше или равен, он равен максимуму так, все, так, значит, опять я чуть-чуть запутал вас значит, смотрите, возьмем любое множество s' правильно лемма сформулировано, значит, возьмем любое множество s' дефицит графа g' тогда больше или равен вот этого, потому что он равен максимуму по всем s' в части больше равен этого это равно, в свою очередь, от g без s минус мощность s плюс 1 а мощность s, а s мы выбрали как множество, на котором достигался максимум для g' и предположим, что оно не пустое тогда вот это равно дефицит графа g' плюс 1 что мы получили? что мы взяли, выкинули вершину и дефицит увеличился хотя бы на 1 но вершин стало меньше на 1, а непокрытых стало больше хотя бы на 1 значит, размер максимума просчитания уменьшился а у нас по условию нашей леммы такте размер в удалении любой вершины, в частности вот этой v, должен остаться прежний значит, такого быть не может значит, максимум в формуле биржа достигается на пустом множестве для графа g' значит, пустое множество множества такта почему же оно единственное? может, еще есть другие, на которых тоже достигается на которых тоже равно единице, да? вот это разно например, смотрите если бы на других множествах больше, чем на пустом быть не может мы предположили, что максимум достигся не на пустом и получили противоречие значит, на любом другом либо 0, либо 1 0 это не множество такта а 1 это значит, на нем достигся максимум и можно применить вот это рассуждение потому что на пустом 1 максимум не на пустом достигаться не вот и на любом непустом 0 то есть, любое непустое – не множество такты получили что, во-первых, у нас если выполнено условия Леммы, то пустое множество – единственное множество такта Окей, раз пустой МНС, это единственная МНС Значит, дефицит равен единице И Ж фактор критический Почему он фактор критический? Потому что у него Не покрыто по рассчитаниям Максимум одна вершина И для любой вершины вот это выполнено Поэтому для любой модели Ну и отсюда мы получаем в качестве побочного Эффекта, наоборот Поскольку для фактора критического Вот это условие выполнено Для любой вершины у альфа штриха g без у равно альфа штриха g То получаем, что На самом деле у любого фактора критического графа МНС, это единственная Ну вот такой Некоторый аналог Для нечетных графов Для обычных графов Фу, для обычных Для графов с четной вершиной вершин У нас Бывает совершенное парасочетание У них нет МНС, это максимум равен нулю Все хорошо Для графов с четной вершиной вершиной Вот и Совершенного подсчитания им не видать Но хотя бы, может быть, почти совершенное Совершенное без любой вершины Тогда у них множество татта, конечно, есть Но хотя бы всего одно и то пустое Так, давайте проверять Итак, вот мы взяли Пример графа И построим в нем три парасочетания В нем совершенного нет Есть какие-то три парасочетания, которые Несовершенны, но максимально в этом графе Давайте обсудим следующий вопрос Как вообще устроены все максимальные парасочетания В нашем вершине Ну, это вопрос философский Что значит, как они устроены Мы сейчас обсудим некоторые их устройства Со следующим ракурсом Как делятся вершины Все вершины, кажется, можно поделить на три класса Класс номер один Это вершины, которые покрываются любым парасочетанием Причем внутри этого класса обязательно стоят ребра То есть ребра парасочетания Это границы этого класса Они пересекают такие вот, оказывается Можно выделить такой класс Есть класс вершин, которые могут быть покрыты Парасочетания, могут быть не покрыты То есть существует парасочетание, которое покрывает Максимальная парасочетания, которая не покрывает эти вершины Ну вот, например, здесь смотрим Раз, два, три Вот эти три вершины могут не покрываться максимальным парасочетанием А вот эти две Вот это и вот это Они обязательно покрываются любым максимальным парасочетанием Но вы сказали, что вот тут границы между ними все ребра пересекают Действительно, вот в этом конкретном примере Усты того множества, о котором я вначале говорил Которые обязательно все вершины Которые множества покрываются парасочетанием Но которые не пересекают границы Вот так сказать Все максимальные парасочеты Итак, вот описание вот это Всех максимальных парасочетаний в графе Называется декомпозиция Эдвардса Голлая Давайте ее обсудим Смотрите, какой тут Декомпозиция Сейчас я скажу про всех классов Эдвардса Голлая Итак, как устроена декомпозиция Эдвардса Голлая Смотрите, рассмотрим множество D У нас стоит из трех множеств D Это множество вершин Для которых существует максимальное парасочетание Которое не покрывает это вершин По множеству вершин Это D По множеству вершин В Для которых существует максимальное парасочетание М не покрывает В Дальше есть множество A Это соседи D Множество A Это множество соседей D И множество C Это остальные вершины В Минус A Бинус D Так, как устроены эти три множества Значит Вот есть множество C Сейчас мы опишем это А потом сформулируем эти утверждения Более строго, формально и докажем Значит, внутри множества C Вот у нас живет Совершенное парасочетание На вершинах только множество C Дальше есть Множество D Множество D Оно может, если только их оставить Иметь несколько компонент связанных Каждый компонент связанных с множеством D Это фактор критический граф Ну, в частности, могут быть Из одной вершины компонент оставить Каждый компонент связанных с множеством D Это Граф из нечетного числа вершин Фактор критический Множество A Оно состоит из каких-то вершин Которые каким-то образом соединены С вот этими множествами D Ну, они могут И с множеством C быть соединены Значит, вот элементы множества D Компонента Это фактор критический Соответственно, любое максимальное парасочетание в графе Оно устроено следующим образом Оно в множестве C Содержит совершенное парасочетание То есть, парасочетание не выходит из множества C В множествах D В каждом из них оно содержит почти полное парасочетание В том смысле, в котором мы обсуждали Что это все вершины покрыты кроме одной А также Это построено какое-то парасочетание Между A и D То есть, некоторые ребра из A в D Они включены в парасочетание Соответственно, для каждой компоненты D Это ровно одно ребро И все вершины A покрыты Ну, потому что A не входит в D Поэтому они должны быть обязательно покрыты Максимальное парасочетание Вот Эта Структура графа Называется Структурная декомпозиция Или просто декомпозиция Эдмонса Голлайн Она устроена еще раз следующим образом Мы выбираем у нас Итак, давайте это засумеваем как теорема Теорема Пусть M Максимальное парасочетание в графе Тогда Оно устроено Следующим образом Оно покрывает все вершины C Причем вершины C Находятся в парасочетании Только с вершинами C В каждой компоненте связанности D Оно покрывает все вершины Кроме может быть одной Причем одна из этих вершин Может быть связана только С вершинами из множества A И она покрывает все вершины множества A Для каждой вершины множества A Есть какая-то вершина Компонента множества D Одна из вершин которого связана с A А все компоненты связанности множества D Являются фактор критическими графами Множество A Является множеством Tata Нашего графа Причем для него Выполняется Оно является argmax В формуле Берджа То есть оно Является именно тем множеством Для которого Разница между его размером И количеством нечетных компонентов Равна дефициту нашего графа Вот такая куча утверждений Связанных между собой Давайте я вкратце еще раз повторю Если мы возьмем любое максимальное парасочетание То оно Покрывает вершины множества C Внутри этого множества Только находятся эти ребра В каждом компоненте D Выбрано почти полное Почти совершенное парасочетание То есть одна максимум вершина не покрыта И вершины множества A Они связаны с вершинами множества D Вот ребрами парасочетания Каждая A связана с каким-то множеством D Причем все с разным И соответственно Множество A Является множеством Такта нашего графа На котором достигается максимум разности Количество нечетных компонентов И его размера Давайте, во-первых, убедимся Давайте в обратную сторону Давайте поймем Если мы все предыдущее докажем То вот это последнее понятно на самом деле Смотрите Вот рассмотрим множество A Если мы его удалим, что произойдет? Поскольку D с C не связано А это по определению множества соседей D То граф распадется на следующий компонент связанности Компонент связанности внутри C И компонент связанности вот эти D Внутри C все компоненты связанности четны Поскольку там существует совершенное парасочетание Значит, нечетные это только вот эти D Причем мы удалили Множество A У нас теперь Те, которые были связаны с D с A Они тоже исчезли И там каждая компонента нечетная В ней одна вершина не покрыта Из них было покрыто раньше Как раз столько Сколько было решено Множество A Каждая из них была спарена Поэтому исходно было не покрыто Как раз Количество компонентов связанности D Минус мощность A Это и есть То, что получается По формуле Татта-Берджи Ну, по формуле Берджи Если удалить множество A Вот это множество, кстати На котором достигается максимум В формуле Берджи Ну Да, формуле Берджи И она называется барьером То есть множество A Это барьер Так, ну давайте теперь это все доказывать Тут как бы Не так Не то, что путь числа Ну, а там много Так, Лемма Давайте начнем с Леммы Рассмотрим какую-нибудь вершину Влизную скорость А А А Давайте посмотрим Что произойдет С множествами Вот смотрите Определение у нас D, A и C Оно Вообще говоря Ну Формально Абсолютно Как бы Не связано С их свойствами То есть Вот те свойства Которые мы сказали Что там они Какие-то факторы Критические Прочитаем встроен так-то Это как бы Мы собираемся доказать А Определения у них Они вполне строгие Они самодостаточные Что D это множество Которые можно не покрыть Максимальным парасочетанием А их соседи С все остальное То есть Вот это Давайте различать Это определение А дальше Есть свойства Соответственно Вот свойства Их мы сейчас Будем С вами Потихоньку Докладать Итак Лемма рассмотрим Вершину И вновь А Что тогда Произойдет Давайте ее удалим Что произойдет С нашим графом Ну давайте смотреть Отверждайте еще Что D от G без A Равно D от G Первое Второе А от G без A Равно A от G без A И третье С от G без A Равно C от G Четвертое Альфа штрих От G без A Равно Альфа штрих От G Минус Итак Смотрите Давайте Убедимся Тут трудный факт Только номер один Все остальные Как бы из него Автоматически следует Давайте в этом Увидимся Предположим Что мы доказали Что если мы удалим Вершину A Отношу A То D не поменяется Ну D это собственно Основа наших Вот этих Да потому что От D мы дальше А формировали Ну если D не поменялось То понятное дело Что соседи Его Ну они останутся Теми же Минус вершину A Поэтому A Из первого Второе Очевидно Согласны? Так А вы вообще Как бы С нами Все еще Так Те кто в чате Пишите плюс в чат Если вы вернулись После Перерыва С Свердлением Те кто здесь Ну давайте Вопрос Если вообще Ничего не понятно Вроде Да Сейчас будем доказывать Один Базовый У него Заказать Самое интересное Остальные Все тривиальные Точнее Они из 1 Следуют Так Хорошо Если Из 1 и 2 Автоматически Следует 3 Согласны? Ну если Было У нас Вершины Одну Выкинули D осталось Вот давайте Д это Красные Вершины А зеленые С синие Да Если Красные С д Зеленые Одну Выкинули И остальные Зеленые Остальные Зеленые Синие Логично Так Теперь Треть Теперь Паросочетание Ну смотрите Значит Предположим Что могло Произойти От удаления Вершины С максимальным Паросочетанием Оно могло Не измениться Или уменьшиться На 1 Если оно Не изменилось То тогда Получается Что Максимальное Паросочетание Было Вот Которым В нашем графике Без А Того же Размера Оно не покрывало Вершину А Очень подозрительно Почему она Тогда В множестве А большую А не в множестве Д большую Поэтому Значит Оно Остаться Таким же Не могло Увеличиться Тем более Не могло Уменьшиться Больше Чем на 1 Не могло Значит Уменьшилось На 1 Поэтому 4 Тоже Все понятно Давайте С 1 Рык Ох Тоже эта картинка как бы она вот полностью визуализирует так ну давай смотреть пусть у нас существует вот мы удалили вершину а какие-то вершины раньше не покрывались максимальным паросочетанием теперь максимальное паросочетание уменьшилось на один это четвертый пункт его мы безотносительно всех остальных обсудили потому что четвертый пункт мы знаем можем его использовать значит у нас паросочетание максимальное которое было раньше если из него выкинуть ребро оно будет паросочетанием в новом графике желает выкинуть ребро которое покрывало а ну раз старая ребро старая паросочетание покрывала какую-то вершину у из d то новая логичность при тоже не покрывает поэтому получили что это более-менее очевидно если какую-то вершину мы раньше могли не покрыть теперь в силу того что паросочетание уменьшилось на 1 мы можем тоже не покрыть возьмем максимальное паросочетание которое я покрывала вершину вот нашу d и выкинем из него ребро которое покрывало вершину а хорошо теперь в обратную сторону и так пусть у нас есть вот возьмем вершину в из d без а предположим что она старому d не принадлежала то есть она значит принадлежит либо а старому либо c старому и максимальное паросочетание покрывает давайте вернем теперь вершину а а и и и смотрю чтобы не запутаться я уже положился на свою память в прошлый раз значит так окей значит смотрите итак вот у нас рассмотрим наш рак вот у нас было d а c значит вот у нас вот эта вершина а которую мы удалили вот мы предположили что есть вершина в d принадлежащая но вот остальной части вот здесь вот где то есть вершина в ну а на цели бывали пара которая попала в d новое лишнее есть значит максимальное прочитание которое я не покрываю назовем его mv так теперь вершина а была в множестве а большое почему она там была а у него был сосед из d потому что ну а большое это множество вершинках есть сосед из d окей значит вот у меня был сосед из d давайте он назовем w почему этот сосед ее был в d понял определение он был в d потому что существовало максимальное паросочетание которое его покрывало а а которое его не покрывало давайте это назовем прочитание mw значит mv это максимальное паросочетание в g без а не покрывающее w что про их размеры кстати можно сказать mv на 1 меньше но это не как бы пока мы не используем мощность mv равна мощность mw так когда у вас в графе есть два паросочетания различных и естественное желание у вас возникает пересечь плохо неестественно их проксорить конечно давайте рассмотрим mv по mw ну там есть циклы пути удлиняющие вращающие относительно обоих путях паросочетания что мы с уверенностью можем сказать что там есть один хотя бы удлиняющий путь который увеличивающий для mw относительно mv так ну теперь окей посмотрим на вершину вот эту w она покрыта mw потому что mw покрывает все вершины с c и из а и не покрыта mv по предположению значит вот давайте mv рисовать вот так mw рисовать вот так значит вот у нас v вот она покрыта mv значит давайте рассмотреть как этот путь устроен ну во-первых он не может быть у него не может быть больше ребер mv чем mw понятное дело потому что ну вот это крайнее ребро оно из mw да а если бы он был для mv увеличивающего относительно mw то оба крайних ребра были бы из mv значит в этом пути ребер из mw больше или равно чем из mv вот волнистых ребер больше или равно чем обычно и это не цикл именно путь потому что еще раз mv не покрыта mv да давайте посмотрим есть ли вот такая картинка есть ли в нем поровну ребер mv и mw так дальше мы можем взять мы можем в нем вот эти ребра назначить ребрами из mv из mv не получится что ну взять вместо взять mv вместо а ребер вот этих волнистых взять вот эти прямые ребра и мы получим по рассчитанию размера такого же как mv которые не покрывает v в исходном нашем графе что противоречит тому что v она не лежит в d потому что нельзя взять максимальное прочитание не покрывающие v в исходном графе так значит такой ситуации нет значит второй случай если вот так это выглядит то есть в этом пути на самом деле больше ребер из болевые чем из больше ребер волнистых чем прямых тогда такой противокус не проходит хорошо тогда давайте смотреть если у нас вот такая картинка что мы можем тогда сделать смотрите что она мешает увеличить по рассочетанию mv заменив здесь вот обычные ребра на волнестых он может помешать ну количество это увеличивающий путь да для парасочетания mv относительно mv для парасочетания mv да то есть в нем заменив ребра mv на волнистые ребра мы получим большее парасочетание поэтому казалось бы притеречным но может так оказаться что там есть вершина а просто в этом пути вершина а и тогда нельзя так сделать но вершина а она где там может быть она там может быть только вот этой конечностью там на понятное дело а а а а а а а а а она прямыми ребрами не покрыто поэтому она только может быть в конце еще раз если вершины а здесь нет в конце то 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 мы просто можем прочитание mv увеличить заменив вот эти прямые ребра на волнистые и получить большее просто парасочетание то есть единственная проблема которая может быть в этом случае это что у нас вот здесь вершина а в конце так на вершина а она сосед вершины вершина а вершина а она сосед вершины вершина дубаевая вершина дубаевая парасочетанием волнистые мне покрыты значит мы можем снова сделать то же самое перенести на волнистом парасочетании заменить ребра вот на эти только теперь мы в отличие от предыдущего случая что теперь мы взяли получили не ребро наше парасочетание mv которое а просто ребро которое есть в нашем графике и снова получить парасочетание в исходном графике которое не покрывает v снова противоречия ну таким образом мы получили что и требовалось доказать что наша вершина v принадлежит d от g потому что другим она принадлежать не может то есть d от g без а будет d от g так ну все как бы тем самым лемма доказали так так давайте вкратце там постепенно разникали факты и вроде все как обычно в этих доказательствах вроде все понятно каждый шаг все вместе значит смотрите мы взяли вершину v и предположили что она в g без а лежит в d а в g просто не лежала тогда это значит что в g без а было максимальное парасочетание которое как мы знаем на один меньший размер которое ее не покрывало мы рассмотрели его и рассмотрели парасочетание взяли вершину а которую мы удалили взяли ее соседа w в исходном графе и рассмотрели парасочетанием w которое было без вот этой вершины w ее не покрывало такое существовало потому что w лежит в d что мы получили мы получили проксорив эти парасочетания получили набор путей циклов причем v является концом какого-то пути окей давайте посмотрим дальше на второй конец если картина вот такая путь балансированный то заменив парасочетание mw ребра этого пути на ребра этого пути не входящих в прочитании mw мы получили парасочетание в исходном графе не покрывающее v что противоречит тому что в не и в исходном графе d не принадлежит если же второй конец полнестый то тут есть два случая если второй конец не вершина а то этот путь целиком существует графе g без а а вершина а напомню она может быть только концом потому что она не покрыта ребром вот таким обычным так как ее нету в том графе в котором мы взяли прочитание mw значит вершина а если либо конец либо ее вообще нет в путях она изолированная вершина если она не конец вот этого пути то мы можем увеличить парасочетание mv что плохо потому что она максимально если же она конец то поскольку она связана с w а w волнистым ребром в апреле не покрыта то мы взяли то же самое дописать конец этому пути а в и сделать то же самое заменить в этом пути волнистые ребра на прямые получив парасочетание в исходном графе так окей ну все теперь имея эту лему собственно говоря сформулируем в виде теоремы то что мы с вами давно рекламировали как собственно что вот графт действительно с выделенным максимальным парасочетанием выглядит именно так так полемии есть вопросы верно ли что все полемии поделились на два класса все поняли ничего не поняли промежуточных вариантов нет так чат пока они нас вернут задавайте вопросы чат если нет все умерли ладно так значит и так теперь теорема давайте давайте так теорема просмотрим множество d a и c в графе g и максимальное парасочетание в нем тогда выполнены следующие условия первое первое компоненты связанности d так теорема с содержит и и компоненты связанности d фактокритический граф второе с содержит совершенное парасочетание третье если m максимальное парасочетание g если m максимальное парасочетание g то m покрывает то оно состоит из совершенного m равно mc объединяется md объединяется m a где c совершенное парасочетание c md почти совершенное парасочетание d компонент связанности m a соединяет a и d ну вот как и нарисовано здесь при этом каждая вершина из a ну каждая компонент связанности d она обязана соединяться с только одной вершиной с a а потому что благодаря свойству md это почти совершенно так ну давайте доказывать доказательство собственно с помощью леммы оно практически очевидно смотрите давай ну тут можно по-разному поступить можно доказательной доказательной все вершины не покрыты максимальным парасочетанием ни одна из них не связана с вершиной другой которая покрыта любым окей значит а пусты индукция в размере а мы же смотрите в лемме что научились делать выкидывать вершину из a сейчас мы этим воспользуем итак если a пусты то смотрите c соединяет совершенное парасочетание но очевидно как бы c не связано с d поэтому поскольку максимальное парасочетание покрыло все вершины c и ребер между c и d нет по определению а а пусто то значит c содержит совершенное парасочетание второе d компонент из 17d фактор критический граф ну действительно смотрите рассмотрим компонент из 17d любая вершина покрыта максимально покрыта любая вершина не покрыта максимальное парасочетание для любой вершины существует максимальное парасочетание ее не покрывающие точнее так скажем да значит ну прекрасно тогда это означает что для любого для любой вершины вот остановиться просто на графе d и на компоненте связанности d да тогда для любой вершины угла держащей d и а лима а д и т без у равно а до 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 и штует максимальное парасочетание во всем графе, ну и в частности в этой компоненте, не покрывающая вершину У. Ну а это по лемме Галайи означает, что ДИТФ актер фенетический. Помните, в самом начале была лемма у нас сегодня на лекции? Хорошо, теперь третье. Ну, окей, возьмем максимальное парасочетание в нашем графе. Оно еще состоит. Ну, куда, так сказать, ему теперь девасно? А-то пусто, поэтому МА пусто, логично. МЦ и МД, ну, раз оно максимально, то оно независимо построено в Ц и в Д. Ну, граф не связан у нас, получается. От всех вершины с Д связаны только друг к другу. Так, таким образом, база индукции доказана. Если А пустое, то все готово. Переход. Пусть для меньших А доказано все. Рассмотрим нашу множество А. Возьмем любую его вершину и выкинем из нашего графа. У Лемми. Д не поменяется, Ц не поменяется, А уменьшится на эту вершину, парасочетание уменьшится на эту вершину. По индукционному предположению, все максимальные парасочетания в том графе устроены так. Это совершенное парасочетание в Ц, почти совершенное парасочетание в Деитом, и оставшиеся вот эти вершины соединены с Деитом. Ну, прекрасно. Рассмотрим максимальное парасочетание в исходном нашем графе до удаления этой вершины. Оно покрывало эту вершину. Удалим ее. Мы получим парасочетание на единицу меньшее по Лемме. По четвертому пункту Леммы. По четвертому пункту Леммы это, получается, почти на единицу меньшее, но максимально в том, что осталось. Значит, оно по индукционному предположению устроено так, как мы сказали. Значит, удаленное ребро, оно куда могло вести? В Ц все вершины покрыты, в А все вершины покрыты. Значит, только в Де. Можно. Итак, смотрите, еще раз. Что мы делаем? Вот рассмотрим парасочетание в нашем теперь графе. Выберем любую вершину из А. Если А пусто, у нас все доказано. Значит, А не пусто. Удалим ее. Она была покрыта максимальным парасочетанием. Значит, ребро парасочетание удалилось. Получили парасочетание на единицу меньшей мощности. Оно по Лемме максимальное в графе G без А. Значит, оно устроено по индукционному предположению. Индукция по множеству А у нас идет. Так. Совершенное парасочетание С, почти совершенное парасочетание Д, и все остальные вершины А спарены с какими-то вершинами из Д. Причем с разными везде все и так далее. Окей. Значит, куда могло вести этот ребро, который удалил из тока, в какую-то еще не покрытую вершину одной из компонентов Д. Ну, что, собственно говоря, и требовалось. Ну, и тем самым теорема доказана, ну, и все то, что мы анонсировали в начале, тоже доказано. Ну, это структурная теорема, она описывает, как устроены все максимальные парасочетания в графе. Это, как это можно использовать, давайте, алгоритмически так скажем, да? Смотрите, допустим, вы хотите найти множество ТАТА. А еще лучше, не просто множество ТАТА, а барьерное множество ТАТА, то есть то, на котором в формуле Берджа достигается максимум. Как вам это сделать? Ну, это не самый эффективный способ, но он в полиноминальное время работает. Смотрите, а перебор просто всех вносит, работает экспоненциальное время. Берем, перебираем каждую вершину, удаляем ее и отстроим максимальное парасочетание. Смотрим, таким образом, находим множество ТАТА. Это за Н поисков максимальных парасочетаний можно сделать, но, если чуть аккуратнее реализовать, понятно, что можно алгоритм поиска максимального парасочетания модифицировать, чтобы не с нуля его запускать, когда мы удалили одну вершину. Тем самым, мы нашли множество Д. Его соседи это множество А, и вот по всему доказу, множество А это и есть барьер. Таким образом, можно найти барьер. Получили алгоритм поиска барьера, и тем самым, на самом деле, смотрите, что мы можем делать. если вы хотите доказать, что у вас максимальное парасочетание с деревьей, если вы хотите доказать, что у вас максимальное парасочетание, вот я вам принес граф, в нем тысяча вершин, и показываю вот это, говорю, у него максимальное парасочетание, вы мне говорите, ну, непонятно, может быть, конечно, оно и максимальное, но может больше есть. Я говорю, да нету там, стоп-проц, нету дополняющих пути. Но если граф не двугольный, то проверить, что там нет дополняющих пути, это довольно мерзкое занятие. Как проверить? Если он есть там, то я, вот, если я вас обманываю, да, и вы приходите, ну, не знаю, кто там защищает от обмана, Артем Тарасович, и говорит, а, вот, нет, там есть у меня еще путь, вот он, и вы сразу мой обман раскусили сразу, вот удлиняющий путь, прочитание не максимальное. Но если он действительно максимальное, может быть, это просто тяжело найти, там, лень или трудно найти удлиняющий путь. Где он? Как доказать, что прочитание максимальное? Надо дать множество татта. Тогда, если на этом множестве татта надо дать барьер, да, тогда вот, если я вам дам не просто свое максимальное прочитание, а дам пара сочетания, которые для одного и того же размера, не покрывающие 37 на 100 д, и вот этот барьер, то, тем самым, как бы, к элементарным запросам на графе, да, проверки, там, смежности просто, и компонент, четности, компонент смежности, мы сможем апеллировать, да, как бы, некоторый сертификат получить максимальности. пара сочетаний. Так, на самом деле, пока я говорил эту фразу, еще в процессе я... наверное, нет, наверное, неправду я сказал, это не максимальность пара сочетаний, а, нет, все правильно, максимальность, вот, дефицит, он для любого множества татта больше или равен этого, если я вам предоставляю и множество татта, барьер, и пара сочетаний, на котором этот дефицит достигается, то я с двух сторон, как бы, дежурал, да, дефицит больше или равен этого, и вот конкретно равен этому. Все сходится, да, все нормально, это сертификат, получается, того, что пара сочетания максимально. Так, окей, вопросы, комментарии, предложения. Так, его не покрывает, получение, что для любой вершины с Дэйтой, ну, конкретно в этой компоненте связанности, размер максимального сочетания без нее и с ней одинаковый. Ну, да, как бы, я вас уверяю, пара сочетания линейно по компонентам сочетания, ровно сумме пара сочетаний в компонентах, да, но остального графа нет, это же было в базе, когда А было пусто, и поэтому Дэйтой ни с чем было не связано, это было просто компонентность нашего исходного графа. Это было в базе, там, где А было пусто, а в переходе, да, еще там оно смутно. Так, значит, так, окей, значит, теперь давайте тогда поговорим о некотором обобщении пара сочетаний. Чем интересно пара сочетаний? Смотрите, ну, много чем, совершенное пара сочетаний, чем интересно? Смотрите, совершенное пара сочетаний является, вот рассмотрим, посмотрим на совершенное пара сочетания в нашем графе, как на некоторый пудграф. Тогда совершенное пара сочетания в нашем графе, из него, кстати, некоторый подграф, оно обладает очень замечательным свойством. У каждой вершины степень равна единиц. Подграф нашего графа, у которого все степени вершин одинаковые, называется фактором. Ну а эта, собственно, степень, если ее обозначить как k, то получается k фактор. Так, подграф степень любой вершины h. Ну, собирающая все вершины, разумеется, да? Так, ну смотрите, в патологическом случае 0 фактор, это просто пустой подграф. Все ребры выкидываем, вставляем только вершины. Один фактор, это совершенная пара. Так, два фактора. Это что? Да, это подмножество ребер графа, которые, так называемое, разбиение на циклы. Каждая вершина должна быть связана выбранными ребрами ровно с двумя другими. Заметьте, что вот просто ребро такое не разрешается. в дом факторе, потому что у него степень 1, да? Обязательно 2. Окей, значит, ну мы вообще говоря, для любого k поиска k фактора в графе можно свести, и сейчас мы это сделаем, поиску просто совершенного пара сочетания. Однако, на самом деле, все даже еще несколько проще, а именно, можно даже обобщить конструкцию. Ну вот почему, чем интересна конструкция k фактора, да? Здесь степени k. Ну, зачем такое ограничение? Почему все степени должны быть одинаковые? Давайте каждое вершение разрешим потребовать свою степень. Тут немного не очень согласованное обозначение. f фактором, где f это вектор d1 и так далее dn. Называется put graph графа, где степень вершины i равна d1. k фактор это f фактор для f равного k 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 сейчас мы сведем с вами задачу поиска f фактора в графе проверки существования f фактора в графе к проверке сочетания совершенного пара сочетания. То есть, на самом деле, с алгоритмической точки зрения эти задачи эквивалентны. Если мы износим черный ящик, который находит совершенное пара сочетания, то мы найдем и f фактор. алгоритм ну и алгоритм на самом деле очень тупой. Смотрите, вот пусть у нас есть графка, ф фактор. и мы хотим искать в нем ф фактор, какие-то в нем оставим числа, в какие степени мы хотим добиться. ну допустим, ну допустим, три, два, один, один. Так, вот можно такого добиться на самом деле? Ну неизвестно, может можно, может нет. Вот, например, вот такого точно добиться нельзя. Почему? сумма нечетная, сумма степеней в результате точно будет четной. Ну, такого точно тоже точно добиться нельзя, потому что это два соседа вершины, три, у нее степень под графа точно не может быть. А вот этого, ну кто знает, может можно, может нет. Значит, давайте сделаем следующее. Преобразование просто фантастическое. Давайте каждой вершине сопоставим множество издеитая вершина. Вот такие вот. Каждую вершину размножим и соединим каждый экземпляр каждой вершины с каждой, с которой нужно. Ну вот, например, здесь три, два, соединием здесь каждый с каждой. так, значит, здесь три, один, каждый из этих с каждой. Один, 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 три, так вот, и тут три тоже вот так вот. вот и все, и найдем, утверждается следующее, существует F-фактор в исходном графе, так, еще раз, общий момент такой, вот у нас было две вершины мы вершине U создали DUT копий, вершине V создали DW копий и каждую с каждой здесь соединили. Утверждается я еще, что получившись график плохо, на самом деле неправильно я пока что сказал. сейчас я неправильно говорю, смотрите, давайте обсудим почему здесь неправильно потом скажем как правильно. Значит, я хотел бы сказать следующее, хотел даже не бы, а искренне хотел это сказать, но это неправильно, что мы теперь соединим здесь, построим здесь совершенное парасочетание в этом графике и если оно получится у нас совершенное этап парасочетания, то мы получим значит ну слопнув обратно вершины, как раз с каждой вершины будет восходить F ребер, сколько нам надо. Тут же было F копий, они все вот покрыты. В чем ошибка в этом рассуждении? Вроде все хорошо. Вдруг одинаковые соединятся вот здесь соединиться и вот здесь соединиться и тогда они при спопе склеятся в ребро. Нет, петель не может быть, что мы сами с собой не соединяем, но вот такое может быть. Поэтому мы поступим чуть по-другому. Я правильно использовал начало, не правильно продел. Конец, но сейчас все равно. Значит, смотрите, все почти правильно вам сказал, но начало было правильное. Каждой вершине создадим копии. Только копии мы создадим не столько, сколько D мы хотим, а сколько у нее была исходной степени. Вот здесь было 2, создадим 2 копии. Вот здесь было 4, создадим 4 копии. Вот здесь было 3, создадим 3 копии. Здесь было 3, создадим 3 копии. И здесь было 4, создадим 4 копии. Теперь, каждое ребро, которое раньше было, проведем как-нибудь. То есть возьмем какую-нибудь копию здесь и какую-нибудь копию в другой вершине и их соединим. При этом разным ребрам будет соответствовать разное. Вот так соединим, что разным ребрам соответствуют у нас разные копии внутри вершины. Итак, мы каждую вершину размножили и какую-то копию вершины соединили вот так. То есть каждому ребру, исходящему из вершины, мы сопоставили какую-то из получившихся копий. Мы получили такой граф паросочетания. Теперь смотрите, у каждой вершины есть какое-то количество лишних. Вот, например, здесь степень вот этой вершины мы хотим, чтобы получалось три, а сейчас она четыре. У нее есть избыток один. Создадим для нее еще одну вершину и соединим каждую из ее копий с ней. Вот у этой вершины степень два, а мы хотим, чтобы получилось один. Избыток излишек один. Создадим одну вершину и соединим вот так. И так сделаем для всех вершин. В этой степень четыре, а мы хотим, чтобы была один. Создадим три вершины здесь лишние и соединим каждую из них с каждой. То есть вот мы создаем для каждой вершины Дегв минус ДВТ вершин и соединяем здесь с каждой. Ну вот давай здесь закончим. Значит, здесь 1А3, значит, нужно 2. И здесь 3А надо 2, значит, излишек 1. И вот теперь у нас все получится. Значит, утверждайте, что в этом существует естественная объекция между совершенными парасочетаниями получившихся график и F-факторами в исходном графике. Вопрос? Да, там сделаем Дегвы-дегвы-дегвы-дегвы-дегвы со всеми? Да, каждый с каждым. У нее было 4, а я 3 другого, а каждый с каждым. Вот. Ну, действительно, смотрите, как устроено совершенное парасочетание в этом графике. Вот эти вспомогательные новые вершины, они могут только со своими спариваться. Если они спарились со своими, значит, ну, если совершенно парасочетание найдено, значит, эти все вершины соединились, каждая из новых добавленных вершин соединилась со своей копией из этих. Значит, тут потрачено, покрыто вот ребрами с новыми вершинными вспомогательными, как раз Дегвы-дегвы-дегвы. Значит, еще в дегвы-дегвы-ребер выбрано из вот нашего исходного графа. Они все и так образовывали парасочетание, и ровно столько, сколько надо будет этих ребер выходить после склеивания. Граф, разумеется, к сожалению, получился не двудольным, поэтому здесь, конечно, алгоритм, если мы реализуем, то нужен алгоритм любого парасочетания. Распрощаем производный граф. Ну, таким образом, мы свели задачу о произвольном факторе, к задаче о парасочетании. Поэтому именно парасочетание является столь фундаментальным объектом, на самом деле, как в алгоритмах, так и в дискретке, собственно говоря, потому что их даже вот некое такое в общем-то произвольное обобщение, что мы каждую вершину сказали, сколько мы хотим из нее ребер, чтобы выходило не ровно одно, как парасочетание, а сколько угодно, все равно можно решить с помощью парасочетания.